Доброе утро всем! Содержание нашего спектакля, конечно, создано по мотивам знаменитой сказки Ивана Чуковского «Айболит». У нас приключения «Айболита» это немножко развернуто. И мы написали свое либретто, свои приключения «Айболита», взяв самые лучшие из этой сказки. Как-то вы подстраивались под возможности участников, потому что я знаю, что артисты вашей прекрасной постановки – это не профессиональные артисты. Да, у нас вообще задействованы в спектаклях дети и непрофессионалы-взрослые. Такой проект вообще в России впервые. Мы первооткрыватели, я надеюсь, такого интересного жанра, когда на одной сцене дети и взрослые непрофессионалы. И к каждому мы подбирали роль, исходя из его возможностей, хореографических способностей, чтобы это воплотилось на сцене, чтобы ребенок-артист вжился в эту роль, и чтобы зрители, конечно же, узнали того или иного персонажа. А как проходила сама работа над постановкой? Что было сложного? Может быть, сложного и интересного? Может быть, не всегда что-то получалось? И наоборот, может быть, есть плюсы в работе с непрофессиональными артистами? Ну, вообще, балет – это очень сложно. Это мы ежедневно оттачивали, учили детей и взрослых разным движениям. Потом эти движения пробовали, получались ли они у них или не получались. Пересматривали хореографическую партию их, да. Это подбирали те движения, которые им более близки, которые им удаются, чтобы на сцене они выглядели очень профессионально и комфортно. Балет как бы по-другому у нас не получается. Нужно работать утром, вечером, днем, все время вживаться в роль, пробовать те или иные движения. А взрослые, почему они решили принимать участие в этом, непрофессиональные артисты? Ну, как мне кажется, это мечта у всех с детства – побывать на сцене. У кого-то она воплотилась в детстве, у кого-то нет. И вот что-то ими такое двигало, движет ими, что они хотят, так сказать, выступить на сцене, выступить в полномасштабном спектакле, да. Тем более у нас балет двухактный, это очень серьезный спектакль, классический. У нас симфоническая музыка, оркестровая запись – это все очень серьезно так. Долго готовились? Да, мы начали постановочные репетиции с сентября месяца. И потихонечку-потихонечку двигались к этим проектам. Уже, так сказать, репетиционные моменты все позади, остались у нас прогоны, генеральные репетиции, ну и, собственно говоря, премьера. Что было самым сложным в работе на спектакле? Мне кажется, самым сложным в работе на спектакле было то, что собрать всех вместе, чтобы у всех получилось, и все двигались одной идеей вот этой – станцевать на сцене, чтобы все это было хореографически правильно, хореографически чисто, классически, исполнено очень грамотно. Давайте напомним, куда и когда приходить нашим зрителям. Премьера нашего спектакля-балета «Приключения Айболита» состоится 14 и 15 мая в ДК «Солдатова». Огромное спасибо, Андрей, за такую важную и полезную информацию. Я напомню, этим утром у нас в гостях был Андрей Попов, политмейстер, автор и постановщик спектакля «Приключения Айболита». Оставайтесь с нами и не переключайтесь, впереди еще масса всего интересного. Продолжение следует...